Степан, я вам передаю знаковую икону, отправляйте мне на фон. Спасибо. Оксана, я выражаю слово благодарности вам лично за то, что вы смогли передать икону. Сегодня мы формируем торгой, который в ближайшие два дня уходит в населенный пункт Сватарова, где находятся наши бойцы. Это бойцы объединенной Московской области, все наши, вне зависимости от Большой Шапура, Егориска и Эдерикого Зуни. Про эту икону хочу сказать следующее. Она будет доставлена в передовую, икона имеет свою судьбу. Эта икона более 180 лет. Ее нам передал отец Сербии, это священник одного из орехозуиских храмов. Вот эта икона, она не просто намолена, эта икона имеет свою историю. Называется эта икона «Солдатка», была в рюкзаке у нашего воина, который освобождал Сербию от Асланского Игоря. 1877 года. Поэтому она будет дорога, она будет местной. Обещаем, Оксан, что она лично будет передана нашим землякам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины. Благословен гряды и воина Господне, исповедуйтеся, Господи, вияко благо, вияко век милости Его. Богосподи, явися нам, благословен гряды и воина Господне. Богосподи, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вияко век. Когда мы принимаем субтитры, мы к вам плиты. Я знаю, что вы нас ждете. Обещаем, что это не первый и не последний раз. Что здесь мы уже себя чувствуем как дома. Потому что это наш дом. Вы наши братья, вы наши земляки, это очень важно. Я от имени покручу всего большого русского православного христианского мира приехал с очень большой миссией. Сегодня вам приехала еда, приехали средства первой необходимости, много-много чего хорошего. Посылки из дома, письма из дома, вы их ждали, я это знаю. Но самое главное, русская православная церковь передает сегодня вам очень серьезную и очень большую реликвию. Вот этой иконе ей около 200 лет. Первый русский солдат, у которого она была в его солдатском рюкзаке, икона была передана его православным седьмом поколении. Это маленькое село Орехознурского района. Передал нам ее отец Север. Привезли ее сюда мы с отцом Евгением, с нашей епархией. Так вот, эта икона прошла несколько войн. Тот человек, который передал, дословно сказал, она спасла жизни моей семьи. То есть там, где была икона, не было погибших в этой семье. Она очень надеется, и мы очень надеемся, что с этой иконой вы обретете заступничество Божье. И Господь вас всех и нас сохранит. Находимся непосредственно на передке. Сейчас покажем, как наши пацаны живут. Ну, такая небольшая экскурсия. Пошли. Находимся в блиндаже. Буржуйка. Нары. Очень тепло. Очень уютно. Ну, блиндаж помещается спокойно, 6 человек. Накат сверху. Земля. Поэтому, ну, скажем так... Минимально спасает, да. Да, минимальный. РД-шка. Прошел уже. Ф-1, да, ну, не возьмет. Понятно, что от артиллерийского обстрела, к сожалению, это не спасает. Но... Что можно сказать? Условия действительно очень нормальные, сносные. Кто был на войне, кто знает, что это такое. Груз сдали. Приходим, будем выдвигаться домой. Отец Евгений сделал свое дело. Божье. Это очень важный момент был. Поэтому самое главное, почему мы здесь были, это... Состоялся именно вот некая передача скреп. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Воины, которые 200 лет назад защищали Родину. И в душе сейчас с нашими воинами рядом. Вот эта икона, это некий такой вот посыл, передача поколения. Она вот у нас получилась. Мы очень рады, что нечисть не пройдет. Себя хотелось бы добавить, что обязуюсь, отец Евгений, сохранить, вернуть. Не дай бог, что передадим следующим воинам. Не дай бог, конечно. Не будет, не дай бог. Бог не допустит. Не допустит. Мы эту нечисть вырубнули, ко мне обязуемся вернуться живыми, здоровыми. Дай бог. Спасибо большое. Спасибо, Варя, действительно. Спасибо. Мы работаем, воюем, боремся. Все нормально. Спасибо. 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 Спасибо.